Дело в том, что здесь спрашивают вопрос о формировании физического тела человека при внутриутробном развитии, участвуют другие сущности. Но здесь спрашивают договоренности с сущностью будущего человека, сущности более несколькими должны быть или нет. Ну, вы знаете, я отвечу вам по другим примерам, что немножко смешным, но тем не менее даст понимание. Как раз в Архангельске я проводил выступление, после выступления я делал массовый сеанс со всем залом, и средняя нагрузка, которую я выбирал, для некоторых оказалась перегрузкой, и они уходили в состояние комы или в состояние клинической смерти. И потом я ходил в зал и возвращал тех, кто ушел из тела. И была там одна девица, в то время, ну это давно было, это 1991 год уже, все равно давно уже. Ну, скажем так, я бы не сказал, что она блистала интеллекту, ее лицо не блистала печатью интеллекта, скажем так. Но тем не менее человек был вырубился, с природной задки видно хороший. Я начинал, ну потому что людей так давно кинуло, 20-30, ну каждый раз по-разному. Я приходил, раз втянул человек, о, я тута. Я пошел к следующему, пока он еще качается. Только начал отходить от нее, она тут и пум, и опять готова. Я второй раз, третий раз, и уже когда третий раз было нужно вернуться к ней, и она опять вырубилась, пришлось вступить в контакт с телепатической сущностью, и сказал, ой, как я тебе благодарна, наконец-таки сводил меня от этого тупого тела. Я говорю, голубушка, это тело не мое, это твое. Вот давай, когда я понял причину, я же поставил так, чтобы оно не выскочило. Вот твоя задача, твое тело, вот задавай, раскручь. Что получилось? Сущность довольно-таки высокого уровня, генетика тоже неплохая. Вошла, воплотилась, но фаза у разумного животка, наверное, так и не дошла до нее. Вот, поэтому заплакируемо все осталось. Вопрос, хотела ли сущность, чтобы это произошло? Нет, конечно. Сущность хотела воплотиться, не хотела. Воплощение происходит чаще всего, очень редко, когда сущность выбирает себе новое воплощение. Для этого оно должно уже достичь определенного уровня. А чаще всего происходит, в момент зачатия, происходит определенный выброс энергетики, и сущность, которая еще гуляет после предыдущей жизни, спокойно сидит, беседа словно с друзьями, или тяи гоняет, и только ее втянуло. И она, о-о-о, вот это я влип. Сущность тягивает по принципу резонанса с генетикой, в которую она уходит. А теперь по поводу более примитивных сущностей, которые участвуют в формировании белорусского тела. Естественно, когда сущность входит, то входит что? Одноклетка, плотворенная и инстеклетка, правильно? Естественно, сущность сформировать в себе тело из одной клетки не может. И уровень развития сущности одноклетчного, сложного из одного организма, и одноклетчного организма, который и инстеклетка, весьма отличается. Так что происходит? Я в последнем брачном человеческом детально расписал, кто интересуется. В одноклетку, человеческую генетику, входит сущность более примитивных, чуть-чуть выше одноклетчного, на уровне амебы, скажем так, несколько клеток есть. Ее втягивают автоматически, ее никто не согласовывает, ее никто не спрашивает. Просто таким же резонансом втягивают в биомассу. Только когда сущность, амеба, например, входит в генетику, в биомассу с генетикой человека, она там долго пробыть не может. Только она начинает формировать себе новое тело из биомассы с человеческой генетикой, но продержит там несколько дней. Ее выше, потому что качество на уровне генетики выше, чем это, и оно выбрасывает. Микросмерть всасывается в следующий уровень сущности. И так далее, и так далее. Биомасса растет, количество растет, постепенно эволюционно поднимаясь, и те сущности животные, это симбиоз получается, опять-таки никто не выбирает, это просто происходит на уровне автомата втягивания сущностей. Происходит увеличение биомассы и эволюционного уровня до тех пор, пока сущность человека не сможет согласоваться с ней и войти, и уже начинает формирование себе тела. Именно поэтому эмбрион человека на разных фазах, например, то рыбку, то хвост начинает расти, помните, да? То лапки ружащие начнут расти, то жабры, помните, да? Это, опять-таки, не мои выдумки, это фактически материал, который медицина имеет достаточные варианты, но не крайне... и все это говорят, это потому, что мы произошли от обезьяны, да? Ну и так далее. Правильно. Только мы от обезьяны не происходили в любом случае, потому что наши предки были на других планетах, первых, и, во-вторых, даже если были на этой планете, не обезьяны являются нашими предками. Они нам близки, но, тем не менее, не предки. Но это особый разговор. Поэтому сущности, договоренности межсущности в таком плане не происходят, просто происходит автоматическое втягивание и выбрасывание сущности. Именно вот когда происходит уже на месяц, там, около месяца, два, три, там, вот угрозы выкидешь, ну, женщины знают, такие проблемы бывают. Это связано с тем, что одна сущность может выброситься из развивающей биомассы, а если в другую, по тем или иным причинам не втянулась, может стресс повлиять на этот процесс и так далее, то получается выкидешь, то есть замирание плода, так называемого. Если же другая сущность входит, продолжает дальше развитие. Но это, опять-таки, медицина даже этих вопросов не понимает, и многие вопросы других не понимают, к сожалению. Не потому, что невозможно. Если им добавить к тем крупицам знаний, которые есть, анатомии, физиологии, природу живой материи, как живая материя функционирует и так далее, врачи действительно могли понимать. Но их не интересует это. К сожалению, сейчас врачи, большинство, они все, я не говорю, что все, их не интересует, чтобы человек выздоровел. А как же? Если все здоровенькие будут, они же с голоду помрут. Кто-то пройдет к врачам. Поэтому, чем больше человек болеет, тем лучше. Это значит, врач обеспечен работой до того, пока он сам не загнется, правильно? Или на пенсию не выйдет? А сущность у всех эти натре умереть? Разные. Сущность входит в гармоничное с уровнем родителей биомассы, то есть генетики родителей. И очень важно, если у родителей чувство, настоящее чувство, не как сейчас говорят, секс, а любовь в момент зачатия. Вот если секс, ничего хорошего от родившихся детей не ждите. А потом удивляет, а почему такие дети? Потому что должна быть любовь. А гормоны, которые бьют в мозги, и не только в мозге, это не любовь. Поэтому вот если люди будут действительно… Вот сейчас, что делать, уже, раз можно затронуть, раз пошло о воплощениях. Вот сейчас у молодежи, что мне досадно, разрушается все и так далее. У них секс уже с приравнили к любви. Любовь отличается… Секс – это когда человек только имеет секс с партнером. Желательно другого пола, конечно. Потому что другое – это тоже патология. Но это не любовь. Потому что человек, который любит, он может жить и любить человека, независимо, есть у него интимные отношения к другим человеку или нет. Потому что любовь – это состояние души, а не физиологии. Вот если есть состояние души, и потом еще происходит снижение физических тел, вот такого рождаются талантливые, гениальные дети. А если этого нет? Когда просыпается, а к тебе зовут? А как тебя? А ты кто? А я не знаю, да? Извините, что из такого может произойти? А если учесть, что, к сожалению, женщины могут страиваться, протестовать и так далее, но природа есть такова, что все мужчины оставляют на женщины при близости свои отпечатки, особенно первые мужчины. Наши предки это знали весьма хорошо. И что самое плохое, что, так сказать, если женщина имеет множество партнеров, вот она ищет вот того, который подойдет. Я не знаю, по каким признакам подбирает женщина сейчас, молодежь. Ну, я думаю, не нужно объяснить, по каким признакам, да? К сожалению, я не хочу произносить эти признаки, потому что не думаю, что будет приятно слышать молодежь. Вот, пока найдет, чтобы все подходило и по всем параметрам, может пройти там через 100 партнеров. Вот, так вот, когда после этого рождаются дети, то эти дети накапливают и получают от мамы отпечатки всех партнеров, которые у него были, включая психические заболевания, генические. Это, опять-таки, не мои выводы. Если бы я только сказал, это выводы свои, могли бы кричать, что я типа то-то. Это из серии генетиков. И только не только с человеком происходит, это во всей природе то же самое. И с животным происходит то же самое. И поэтому, когда сейчас все меньше и меньше рождаются здоровых детей, одна из причин, что сексуальная революция. Никто не против близости, я называл, не секса, а близости между мужчиной и женщиной. Это норма, нормальное отношение между мужчиной и женщиной. Только когда между этими двумя человеками существует любовь, а не просто физиология. Вот когда есть любовь и происходит близость, это красиво. Это изумительно. Мое мнение. Я не говорю, что все должны считать так же. А когда просто физиология и ничего более, с моей точки, это человек ведет себя хуже животного. Вот все. Следующий вопрос, чтобы не расстраивать дальше и мужчин и женщин.